Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эйрэй. Как вы уже, наверное, поняли, я совсем сошел с ума и решил записать видос про... остров. Казалось бы, что в нем такого? Да честно, я и сам не знаю. Но в то же время, что он там делает, почему он пустой и там никто не живет, и почему о нем нам не говорят наши родители. Потому что если бы он принадлежал нам, то, мне кажется, родители бы это указали. Но нигде я про это статьи не нашел. Ладно, давайте пока что начнем с описания острова и после перейдем к самому дому. Остров это небольшой участок суши в северо-западной части озера Пироярби. На острове находится как раз-таки небольшой коттедж, о котором я, опять же, потом уже расскажу. На этот остров можно попасть на лодки или попробовать приплыть, что, скорее всего, приведет к смерти. На острове есть водяная колонка, из которой можно попить воды. На крыльце коттеджа лежит ловушка для рыб, ну и, естественно, с помощью нее можно ловить рыбу. Это позволяет не брать с собой на остров питье и еду, а использовать неограничный запас рыбы в озере. Ну и, конечно же, воды из колонки. Также на этом острове расположен причал для лодки, находится он недалеко от коттеджа. Игрок также никогда не будет испытывать стресс на острове, так как простое пассивное нахождение на нем автоматически снижает уровень стресса. Ну и теперь о самом коттедже. Коттедж – это маленькое здание, расположенное на острове. В коттедже есть две комнаты. Одна находится справа, в ней расположена сауна, где можно найти ведро для приготовления браги. Слева находится жилая комната, в которой есть диван, на котором можно поспать. Также есть функциональные часы, также из предметов тут тоже есть немало вещей. Функциональный ручной фотоаппарат, кофейная чашка и чайник, используемые для приготовления кофе, фонарь, а также пакет с фейерверками. Это описание из Вики. Ну а теперь я бы хотел рассказать свою небольшую теорию о этом острове. Как вы уже знаете, в этом доме есть фотоаппарат, с помощью которого можно увидеть призрака отца Венти. У меня есть догадки, что здесь, возможно, купил участок отец Венти и построил тут дом. Как вы еще знаете, у Венти есть фонарь, абсолютно такой же есть и у нас на острове. Возможно, отец Венти был довольно-таки богатым человеком, чтобы построить дом посреди озера, но сын, к сожалению, угробил его жизнь. Но если честно, о его богатстве мало чего известно. Также, возможно, призрак отца Венти очень любил этот фотоаппарат, который мы можем, опять же, найти на острове. И поэтому эта вещь стала предметом, через который можно увидеть его призрак. Так что, как вы уже поняли, я думаю, что отец Венти был владельцем этого острова, про который его сын, скорее всего, даже не знал. Вот такую вот бредовую историю я придумал, но ей есть место быть, так как в любом случае практически ничего не известно об этом острове. Ну а на этом у меня все. Я надеюсь, вам понравилось объяснение острова и небольшая история о нем. Если хотите видео по типу этого, давайте наберем 50 лайков. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok